Всем привет! 2021 год, это год БК, и он поистине оправдывает свое название. Биткоин растет, ставит новые вершины в рейтинге топ-активов вообще всемирном. Биткоин уже на 11 месте, он был даже выше. Думаю, что это не проблема для биткоина подняться куда-нибудь на уровень той же Теслы, закрепиться в топ-10. Но на самом деле, биткоин, что можно делать с ним? То есть купить, положить на кошелек и ждать, когда он вырастет. Ну или отправить кому-то там, как платежное средство. Но это не суперудобно, не очень быстро. Все-таки, на мой взгляд, главный герой в 2021 году будет Эфириум. Экосистема DeFi, это прям супер хайп, супер тренд. Уже залочено больше 25 миллиардов долларов в различных протоколах. И вся движуха реально на Эфире. Это какие-то токен-сейлы, это фарминги, стейкинги. Это все ERC-20 токенов в основном. И популярный сейчас Uniswap, он держится полностью на Эфире. Но просто задайте себе вопрос. Какое вы можете назвать приложение супер популярное, хотя бы там с десятками, сотнями тысяч пользователей, которое реально установлено у вас там на компьютере или на телефоне. Вы им пользуетесь каждый день. И все знают, что это блокчейн. И приложение с масс-адопшеном. То есть, например, там как были криптокотята, но их давно уже нет. И, скорее всего, у вас не получится назвать такое приложение просто потому, что его нет. Ну, наверное, какие-то криптокошельки у вас есть. Как, например, у меня там стоит MetaMask, еще какой-нибудь кошелек. Но это все. То есть, каких-то крупных популярных приложений в том же Эфире не существует. Почему так? Потому что у Эфира куча проблем. Они известны уже много лет. И они сформулированы и имеют под собой почву. Ее можно сформулировать как трилемма масштабируемости блокчейна. Ее давно сформулировали, но мы сейчас разберем более подробно. Она гласит о том, что любой блокчейн, в том числе и Эфир, не может одновременно обладать тремя качествами. Это масштабируемость, децентрализация и безопасность. Если учесть, что блокчейн одновременно обладает всеми тремя свойствами, то поставить где-то точку посередине. То есть, он будет недостаточно защищен, недостаточно быстр и недостаточно децентрализован. Если произойдет какой-то перекос, например, в сторону масштабируемости, скорости, то будет страдать безопасность и децентрализация. Так работают современные убийцы Эфира, как они себя называют. Это, например, Tron, EOS. Они довольно быстрые, хорошо работают. Но это дипост блокчейны, где 20-30 валидаторов. И здесь ни о какой децентрализации даже и речи не может быть. Ими мало кто пользуется. Всех это отталкивает. Это не в духе криптовалют, хоть скорость реально позволяет строить какие-то приложения. Зачем быть убийцей Эфира, если можно просто взять и улучшить Эфир? И вот с этой точки зрения я бы сформулировал, что все-таки это не Trillema масштабируемости, как ее называют, а Polyillema. То есть, даже, допустим, вы построили какой-то суперкрутой блокчейн, который и быстрый, и децентрализованный, и защищенный. Ну, например, таким вроде как сейчас называют Solano. Там, по заявлению разработчиков, 50 тысяч транзакций в секунду. Есть супербыстрый DEX, децентрализованная биржа. Но по количеству пользователей, я не знаю. Лично у меня нет кошелька Solano, и мои знакомые особо им не пользуются. То есть, в чем смысл супербыстрого и децентрализованного блокчейна, если им не пользуются? Поэтому к этой Trillema добавить можно еще один параметр. Это уже станет Polyillema. То есть, это количество пользователей. Вот. И вместо того, чтобы там убивать эфир, как обычно это называют блокчейны первого уровня, лучше просто взять эфир, его базу пользователей и улучшить его. Этим занимаются L2-решения, и один из них – это Scale. Теперь про Scale. Переходим на сайт, и сразу нам становится понятно, о чем проект. Scale – это эластичная сеть блокчейнов, которая позволяет строить быстрые, масштабируемые, децентрализованные приложения на блокчейне Ethereum. При этом, в чем основной плюс? Это делается довольно легко, и переход на Scale осуществляется всего в несколько линий кода, в несколько строчек кода для разработчиков. Scale решает множество проблем эфира современных, и у него много своих каких-то фишек, которые мы разберем позже. Также для разработчиков это полностью совместимая с эфиром экосистема, тот же язык программирования смарт-контрактов, Solidity, виртуальная машина эфира, и все-все-все полностью совместимо. Также у них сейчас запущена программа инноваций, Innovator Program. Я проверял доступ, реально это все работает там со своими какими-то нюансами, я позже об этом расскажу. Вот, куча партнеров, но об этом позже. Теперь давайте разберем, как работает Scale. Команда выпустила серию отличных видеороликов, они реально прям шедевральные, очень все понятно. Ну, когда немного погрузишься в проект, я попытаюсь своими словами объяснить, как это все работает. Представьте, что децентрализованные приложения в экосистеме эфира не делят вычислительные мощности между собой, а у каждого приложения свой собственный блокчейн. Об этом говорится вначале. У этого блокчейна отсутствуют платы за газ, то есть основная проблема. И блокчейн полностью сопоставим с экосистемой эфира и подключен к ней. В чем проблема того же эфириум, например, или биткоина? В том, что все майнеры делают одну и ту же работу. Они валидируют транзакцию и соревнуются за то, чтобы ее добавить в блок. Все вместе делают одно и то же, просто пытаются добавить новый блок. Огромные вычислительные мощности тратятся на это, они не распараллеливаются. Да, это децентрализация, защищенность, но это очень медленно и неэффективно. Scale работает по-другому. Scale одна нода, то есть один валидатор, может обслуживать сразу несколько различных децентрализованных приложений, независимых друг от друга. И это открывает такие возможности, как оптимизация. То есть каждая нода может быть оптимизирована под определенные задачи. То есть, например, под машинное вычисление, под хранение файлов, под приватность. И все это одна нода. А таких нод могут быть тысячи, тысячи валидаторов. Благодаря чему все это работает? Две основных технологии, которые лежат в основе Scale. Это контейнеризация и виртуализация. Что такое контейнеризация? Допустим, у нас есть нода в Scale, какой-то валидатор. При помощи виртуализации эта нода делится вплоть до 128 саб-нод. И эти саб-ноды могут быть оптимизированы, я уже говорил, под хранение файлов, машинное обучение, приватность и так далее. Теперь давайте обратимся к белой бумаге проекта. И я не технарь, но своими словами попробую объяснить, как я понимаю в принципе работы. С технической стороны Scale – это децентрализованная сеть независимых валидаторов, соединенных с Ethereum через набор смарт-контрактов под названием Scale Manager. Это на схеме пул валидаторов, ноды. Они при помощи виртуализации разделены на саб-ноды, на кусочки. А при помощи набора смарт-контрактов под названием Scale Manager происходит обмен данными с сетью Ethereum. Немножко подробнее. Мы уже выяснили, что при помощи виртуализации ноды делятся на саб-ноды. Причем могут делиться вплоть до 128 частей. Так вот, при помощи контейнеризации можно вот эти вот саб-ноды, части нод объединить в целый блокчейн и оптимизировать его под свои нужды. При этом вам не обязательно использовать всю сеть. Вы можете в зависимости от ваших нужд, под ваше определенное приложение, собрать в себе определенную конфигурацию. То есть это очень гибкое решение для децентрализованных приложений. В этом ее преимущество. Вам не нужна вычислительная мощность всей сети. Вы настраиваете блокчейн именно под себя, под свои запросы. Под приватность, под скорость, под вычислительную мощность. Вы решаете сами в зависимости от своих нужд. И в соответствии с этим Scale Chain делятся по размерам. Это может быть маленький Scale Chain, который берет 1,128 часть ноды и как минимум разных 16 таких нод для того, чтобы обеспечить децентрализацию. Либо это может быть средний Scale Chain, который берет 1,16 часть ноды и как минимум 16 разных таких нод. Или это, например, если у вас Uniswap и вы хотите перейти на Scale, вам нужна будет большая сеть, то есть большой Scale Chain. Вы возьмете полностью все ресурсы ноды и как минимум 16 таких нод. То есть их может быть больше, меньше взять нельзя. Для чего это сделано? Во-первых, это гибкость. Во-вторых, безопасность. Если вы всегда берете с запасом, то есть если вы берете маленький Scale Chain, состоящий из 16 нод, то не все мощности будут использоваться. 30% всегда зарезервировано для того, чтобы производить ребалансировку. То есть у вас сейчас задействованы части вот этой ноды, этой, этой, каких-то 16 нод. Спустя некоторый интервал времени происходит перетасовка и уже вычислительные мощности предоставляют вам немножко другие ноды для того, чтобы обеспечить безопасность сети, чтобы не было вероятности сговора. Вот. Теперь все более-менее становится на свои места. Исходя из этой архитектуры, мы можем выделить сильные стороны Scale Network. И это высокая степень децентрализации, высокая масштабируемость, быстрые транзакции. При желании разработчики могут полностью убрать оплату за газ. Об этом чуть позже. И пользователи будут наслаждаться быстрой сетью без вообще какой-либо оплаты. И 100% совместимость с экосистемой Ethereum. Полностью все те же языки программирования, те же стандарты токенов, ERC, там, 20, любые NFT-шки. Все приложения, которые работают в сети Ethereum, могут спокойно работать в Scale. И это самая главная фишка, то, что это не убийца Ethereum, а реально его бустер полностью совместимый с Ethereum. Вот. Как это будет работать для разработчиков? То есть у программистов, у децентрализованных приложений будет децентрализованный интерфейс. Они могут выбрать Scale Chain и настроить его под свои запросы. То есть это маленький, средний или большой Scale Chain. Оптимизировать его, произвести оплату в токенах Scale. И арендовать мощности на промежуток времени, там, 3, 6, 9, 12 месяцев. При необходимости можно будет докупить мощности. То есть это не проблема, если у вас начало расти количество пользователей, запросов, вы просто берете, апгрейдите сеть, докупаете вычислительные мощности, и все отлично работает. Очень гибкие в настройке. И пропускная способность, заявленная Scale, в районе 2000 транзакций в секунду, что более чем достаточно любому приложению. При этом, чем больше нот, чем больше валидаторов в сети, тем сеть быстрее, надежнее, децентрализованнее, в отличие от того же эфира, где растет только децентрализация. То есть распараллельное отлично внедрено и работает, и при этом все очень гибкое. Вот. Надеюсь, основные моменты я передал. Теперь немножко отойдем в другую сторону. Я уже говорил про проект, что это долгострой. Сейчас запущена третья версия Майнета, но пощупать реальные приложения, которые работают на Scale, мне не удалось. То есть они сейчас под NDA, нельзя как бы простому пользователю воспользоваться всеми этими преимуществами. Нужно перейти на связь с командой. Но при этом в блоге очень много статей, можно изучить, как это все работает. Это такой образцовый прям пример хорошего ведения отчетности и в целом. Работают они отлично. Мой личный опыт. Когда я узнал за Scale, я сразу подумал о том, что у меня есть целый ряд знакомых приложений, которые испытывают проблему с газом. Например, это PlotX, децентрализованный рынок предсказаний. Там реально, чтобы сделать прогноз, нужно заплатить 30, 40, 50 долларов. Это экономически нецелесообразно. Из этого проект просто стоит и не знает, что делать. Я обратился к команде. Мне посоветовали заполнить ту самую форму для программы инноваторов. Я заполнил. Реально со мной быстро вышли на связь. Предложили созвон, там любую помощь. Но так как я не официальный представитель проекта, я это проигнорировал. Да и, собственно, на английском я спокойно не разговариваю. Это все было бы бессмысленно. Но я обратился в Discord ветку 9 декабря и спросил, как мне, собственно, перейти на Scale, если у меня есть приложение, и как это будет выглядеть для пользователя. То есть они не заметят разницы, или это нужно будет переключиться на кастомную сеть в MetaMask, как это делается с Binance Smart Chain, например. То есть вы здесь выбираете не Ethereum, Mainnet, а какой-нибудь там BSK, Mainnet или другую сеть. Вот. Ну и из минусов, то, что я ждал сутки ответ. Потом попросили уточнить адрес смарт-контракта. Я его тут же скинул 10 декабря. И вплоть до 13-го, я 12-го напомнил о себе. То есть 3 дня я не мог получить ответ. То есть работает именно команда по интеграции довольно, так сказать, слабо. Я не знаю, с чем это связано. В принципе, да, я ответы получил. Но 3 дня это довольно много. То есть никаких дальше там, кроме меня, общений не пошло. Я не знаю, как напрямую контактируют с командами, но вот мой опыт лично такой. Ну и чтобы подытожить, я не знаю, насколько это все будет реализовано в дальнейшем. Но если сейчас, как это сделано сейчас, то это не очень удобно. То есть вам нужно будет добавлять кастомную сеть и работать с ней. Если бы этого избежать, конечно, было бы круто. Ну потому что там тот же Binance Smart Chain, им тоже не сказать, что все пользуются. Хотя вроде как быстрая сеть и все хорошо. Но так как здесь проект использует напрямую эфир и коннектируется к нему, я думаю, что именно здесь проекты будут с большей охотой переходить. И с ростом каких-то громких партнерств, например, как это было вот с Chainlink. Также я знаю, что команда Scale заключила партнерские отношения с проектом The Graph. Это два таких топовых приложения для работы с сетью эфира. Я думаю, что как только базовая вот эта инфраструктура в виде там оракулов, индексации, смарт-контрактов, когда все будет интегрировано в Scale Chain, в сам протокол Scale, тогда уже обычные децентрализованные приложения с легкостью подтянутся, будет вся инфраструктура, и все это заработают в полную мощность. Также немного хочется рассказать за токен Scale, потому что он необычный. Это первый в своем роде ERTC и 777 стандарт токена. В чем его основная особенность? Так как Scale это Proof-of-Stake Blockchain, Децентрализация и безопасность сети зависит от того, насколько много токенов застейкано. И вот здесь очень интересно реализована делегация, то есть чтобы делегировать свои токены валидатору, вам не нужно их перемещать со своего кошелька, вы просто отправляете ему некий такой ключ, который дает право использовать ваши токены. При этом сами токены ваш кошелек не покидают. И вот в этом такая инноваторская особенность этого стандарта ERC-777. Ваши токены на кошельке, при этом делегатор пользуется ими для того, чтобы получать награды и обеспечивать децентрализацию в сети. Да, это немножко есть больше газа, когда вы переводите токены, но команда недавно оптимизировала смарт-контракт, и это больше не проблема. Еще из интересного я бы хотел отметить, что у них есть такая интересная инфографика от ISEO Analytics за 30 октября прошлого года. И здесь скейл на первом месте по количеству стейкинг-провайдеров, которые готовы работать с ним. То есть это о многом говорит, что все заинтересованы в скейл, чтобы поддерживать эту сеть, и на мой взгляд это хороший знак, и мы можем ожидать, что сеть будет активно развиваться и поддерживаться, и все об этом говорить. На этом все. Всем спасибо. Надеюсь, было интересно и полезно.